Более 50 миллионов рублей выдалено в КОМИ на гранты для социально ориентированных некоммерческих организаций. Как получить эти деньги, чтобы реализовать свои проекты, рассказали в Минэкономразвитии о КОМИ. Ведомство провело обучающий семинар для представителей СОНКО. Участников познакомили с условиями конкурса и рассказали, как правильно собрать документы на грант главы региона. Александр Карепин продолжит. В прошлом году в КОМИ на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций было выделено 30 миллионов рублей. В этом сумма намного больше – 50 миллионов. Как получить часть этого пирога, в Минэкономразвитии объясняют в деталях. Претендовать на грант главы могут любые гражданские инициативы. Главное, чтобы они решали какие-либо вопросы, которые очень важны для населения. На сегодняшний день, в связи с тем, что у нас два больших таких направления, два больших праздника, можно сказать, это 100-летие Республики КОМИ. И в этом году на уровне Российской Федерации год объявлен годом науки и технологий. Поэтому здесь мы, конечно же, ожидаем проекты от некоммерческих организаций, которые направлены на популяризацию. Популяризацию науки и технологий, популяризации традиций народов КОМИ. Соответственно, данные проекты на сегодняшний день будут в приоритете. Но также мы не забываем традиционные направления развития гражданского общества. Это такие, как работа с детьми и с молодежью, с какими-то определенными группами населения. Принять участие в конкурсе могут как давно существующие НКО, так и вновь созданные. Различаться будет только размер грантов. Молодые организации получат до 300 тысяч рублей, остальные до 700 тысяч. Те же некоммерческие организации, что создают проекты для молодежи, вправе получить и вовсе до миллиона рублей. Одно но. Принять участие в конкурсе могут не все. Организация обязательно должна быть социально ориентированной и не иметь при этом задолженности по налогам и сборам. А сам проект должен соответствовать направлениям конкурса. Проект должен быть максимально высоко оценен экспертами. Ведь у нас независимая экспертиза проектов. И в составе экспертов 38 экспертов. И это эксперты в различных областях. И каждый проект оценивает два эксперта. И уже совокупная оценка рассчитывается. Поэтому максимально качественно проработанный проект на всех стадиях. От идеи до воплощения, до бюджетирования. Вот когда это в проекте все складывается в единую, вот в такой качественный тандем. Вот такой проект может быть оценен экспертами высоко и заслуживает внимания. И стать, наверное, иметь в рейтинге высокие позиции. И быть признан победителем. Заявку на участие можно подать через интернет-портал, специально созданный для конкурса. Все, что нужно сделать претендентам на гран-главы, создать личный кабинет. И загрузить всю информацию о своем проекте и документы. Сам конкурс стартует летом. А поэтому сейчас самое время изучить вопрос и начать подготовку. К слову, аналогичный семинар для социально ориентированных некоммерческих организаций уже на следующей неделе проведут и в Ухте. Александр Карепин, Роман Боровиков, телеканал Юрген.